Мать одного погибшего в Ахдадской колонии в ходе массового убийства заключенных рассказала журналистам о своем погибшем сыне. Местная жительница по имени Сакина, имя изменено, не может сдержать слез. Мой сын покинул этот мир голодным. Все, что он просил, это привезти ему что-нибудь вкусное и сытное, рыдает она. Об этом пишет euroasia.net.org. Сын Сакины позвонил ей из колонии незадолго до резни, через десять дней после начала Рамазона, и сказал, мама, пожалуйста, привези мне что-нибудь поесть, мы сейчас постимся и мне не хватает еды. 20 мая сотрудники местной милиции уведомили Сакину о том, что ее сын был убит в ходе бунта и она может поехать и забрать тело сына из колонии. Я просто не могла в это поверить, мы виделись совсем недавно, он просил меня приезжать к нему как можно чаще. Он говорил, что ему ничего не нужно привозить, главное, чтобы я приезжала, рассказывает Сакина. Когда Сакина и другие члены семьи подъехали к воротам тюрьмы, их заставили ждать в течение нескольких часов. В таком же положении оказались многие другие родственники погибших заключенных. В конце концов, полицейские сказали, что власти сами их похоронят. Мы начали спорить с полицейскими, они отказывались обращаться с нами, как с людьми, они унижали нас. Сначала они сказали, что вынесут тело, а потом сказали, что не станут этого делать. Мне даже не разрешили попрощаться с сыном. Нам так и не сказали, что произошло, как вспыхнули беспорядки, как убили моего сына, говорит Сакина. После долгих споров и унизительных упрашиваний группу родственников отвезли на кладбище в Душенбе. Там из грузовика выгрузили семь тел, завернутых в простыни. Сакина сказала, что сопровождавшие их сотрудники службы безопасности не позволили матерям увидеть лица погибших, что вызвало очередной всплеск негодования. «Я потеряла сына, и еще шесть семей потеряли мужей, отцов, сыновей, а они не хотели показывать нам наших детей. Я вырастила сына, а не они. Убить легко, а вырастить ребенка сложно. Несмотря на все наши просьбы, полицейские хранили молчание, они нам не отвечали», — сказала она. Напомним, в ночь с 19 на 20 мая в таджикской колонии строгого режима произошло массовое убийство заключенных. По разным данным были жестоко убиты более 30 заключенных. Субтитры создавал DimaTorzok